Живые изгороди Вторая категория – это живые изгороди высотой от 70 до полуметра И третья, огромная категория – это живые стены Живые стены еще были в 16 веке в Риме, поэтому все новое – это хорошо забытое старое Посмотрим, какие же растения подходят для живой изгороди Для бордюров очень уместно посадить Невысокие сорта спиреи, вот такая роскошная красавица Великолепно подвержена стрижке Хорошо подходит самшит, но в нашей климатической зоне его надо на зиму укрыть Можно выбирать любые низкоростные растения по вашему настроению Для средней живой изгороди, средней высоты Очень хорошо подойдут вот такие декоративные кустарники Лиственные деревья, либо хвойные Пузыреплодник, роскошная красная листва Если он у вас будет сидеть на солнышке То у вас листва все время будет красная, с черным отливом Цветет очень красивыми белыми шапками Великолепно смотрится живая изгороди из дерена Белый дерен, особенно сорт элегантиссимо Он разрастается в ширину до 3 метров В высоту тоже не менее 1,5-2,3 метров При хорошем, правильном подборе растений У вас будет изумительной красоты живая изгородь Живой изгородью можно прикрыть хозяйственные постройки Которые не вписываются в композицию вашего сада Можно сделать зонирование вашего сада на определенные участки Ну и в конце концов можно спрятать ваш участок От любопытных, ненужных вам глаз А если вы хотите придерживаться очень роскошной живой изгороди Посадите гортензию древовидную сорта анабель Никто не останется равнодушным около таких шапок растений Маленькая ландшафтная хитрость Когда будете свои растения подстригать Чтобы у вас была красивая живая изгородь Сделайте стрижечку трапециевидной С немножечко с небольшим уклоном Для зрителей он не будет сильно заметен Но ваше растение получит солнечный свет в полном объеме И вы будете наслаждаться красотой ваших растений Хорошие стрижки можно делать Либо хорошо правильно выбранным кусторезом Вот такой, как у нас на примере Либо если это небольшие кусты, вот такие, как спирей То можно делать секатором Хотя бы один-два раза в сезон нужно подкормить растения Это жидкие удобрения Это гранулированные удобрения Когда вы подкармливаете ваше растение гранулированными удобрениями Нужно обязательно делать хороший полив Прикорневой системы до подкормки Либо после подкормки Я думаю, что вы выберете настроение Те, которые вам подойдут по вкусу Они вас будут радовать в сезон И не забудьте, в первый год посадки хвойные растения Стричь не надо, пусть они адаптируются А вот лиственные подстригите покороче Чтобы они нарастили хорошую вегетативную массу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»